Коллеги, привет подписчикам! На следующий день, после того, как мы выражаем, как мы подставили, точнее, сделали отводки в этих двух полукорпусах, подняли матки наверх, мы сейчас должны сделать такую работу. Мы сегодня будем подставлять маточники. Что интересно, так как я дал наверх 4 рамки получается расплода и пчелы молодой нелетной, в основном вся эта пчела нелетная осталась сверху. И получается, что нужно будет и наверх поставить ващину, ну, на низ пока сегодня ставить ващину не буду. Вверх мы сейчас будем расширять ващину и сущу. Поехали! Маточники держу возле себя. Забираем два корпуса. И над корпуса, под корпуса. Смотрим, что у нас здесь. Пчелы достаточно, но я говорю, пока сегодня еще ставить мы им ничего не будем. Оставляем все как есть. Так, маточники. Вот, где-то должны быть на выходе. Маточник один такой не очень большой, но если посмотреть, матка там хорошая должна быть. И вот этот более-менее. Ну, ставим. Один маточник сюда поставим. Ну, сегодня отбор и завтра-послезавтра у них по плану выход. Даже не буду рассматривать маточники, потому что за день они еще не успели натянуть маточников больших. Так, есть. Здесь поставили, смотрим здесь. Ну, и получается, через день, через два мы просто поставим сюда четыре рамки ващины. Пускай оттягивают, пускай работают. И крепим маточники. Ну, вы ему покажу, где я креплю маточник, как я креплю маточник. Здесь хорошо тем, что, видите, вот здесь получается мисочка никотовская. Вот никотовскую мисочку можно крепить, ну, лучше всего где-то посрединке, но, как у нас здесь расход, не хочу его травмировать, а температура сейчас тепло. Если бы было бы немного холоднее, например, весной, то лучше, конечно, вот здесь, где-то в расходе. А сейчас вообще нет разницы. Можно и здесь, и здесь. Пчелы найдут этот маточник и будут обогревать. Я, получается, вдавливаю только мисочку никотовскую. Легенько. Все. Есть. Ставим назад. Раз. Посмотрим. Я еще на какой-то технологии не остановился. Я еще работаю над всем. Мне просто это очень интересно. Пока я еще не стал как бы такой промышленной играть. Пасекой у меня. Пасека не очень как бы и большая. Больше я тренировать на вывод маток сейчас, но в планах на следующий год, через год все-таки делать побольше пасеку. Ну, здесь заключается в чем, что я работаю с женой, мы два человека. И фактически, фактически, я не могу грузить улья, разгружать, переезжать, забирать, уезжать. Это очень будет накладно. Нужно, чтобы было что-то мобильное. Это имеются платформы. Я планирую сделать несколько платформ. Это где-то две, чтобы по 25-30 ульев вставало на платформу и спокойно переезжать. У нас здесь по району можно ездить без проблем. Потому что у нас и рабсет, и то, и то. Но я думаю, можно будет как-то договариваться. Так, языки потянули, поэтому сейчас будем ставить вощинку на оттяжку. Молодая пчела, есть небольшой взяток, мед еще есть, матка есть, они будут работать. вощину я ставлю ему такую. Объясняю сразу, почему такую вощину. Сразу пробовал, когда не было денег. Мне понравилось. Смотрите, получается вот такая ситуация. В основном, если мы посмотрим любую рамку, так, чтобы вам на вскидку показать любая рамка, любая рамка. Ну, вот, вы именно вот эту рамку я вам покажу. Вот эта медовая рамочка. Вот есть расход. Вот смотрите, когда мы откачиваем мед, в основном вот этот кусок, вот этот вот такой кусок отрывается, и он получается под труд, для трута. И здесь, снизу, в основном, тоже так получается, что пчелы как бы тянут труд. Но, если мы ставим вот такие рамочки, когда им не надо труд, они здесь оттягивают классные такие же ячейки для пчел и на низ. А если им нужно какое-то количество трута, они оттягивают его до верху, ну, получается такая прослойка трута. Ну, в общем, к чему я это говорю, что, в общем, я ничего не теряю, мне лучше поставить такие рамки. есть вот такая рамка, сейчас покажу. Вот видите, как матка засевает. Вот эта рамка уже откачивалась, а вот эта, вот сюда примерно, у нас идет нормальный сот, а сверху у нас уже порванная овощина, и они оттягивают, получается, уже трутовый. Так, овощину поставили, и поставим еще сушь. Здесь матка есть, пчелы достаточно, может что-то засеет, может что-то потянет, ну, в общем, я им оставляю вот так, чтобы они здесь не парились, потому что, так, я их тоже тут бегать через день тормозить не буду, пускай они себе сидят. Молодой пчелы достаточно, я думаю, они должны быстро оттянуть, вот эти рамки такие себе, как бы уже даю, чтобы было, как бы испытываю брак рамок, пасека расширяется, постоянно вот это не хватает, а даже в этом году даже не успеваю их навасивать, потому что времени не хватает на одно, на другое, на третье, даже видео, по сути, снимать не могу, потому что не хватает времени. Планировали одно, сейчас делаем другое, получается третье, и так, как бы работаем постоянно в напряженке. Так, вот такая ситуация, смотрите, что у нас дальше получается, у нас дальше получается, что через где-то 15 дней снизу матки должны сеять, если, не дай бог, матка пропадет или где-то потеряется, при облете или еще какие-то ситуации, или матка будет бракованная, то я буду подсаживать плодную матку для того, чтобы здесь работало 4 матки. И фактически, если все будет хорошо, то через месяц, через месяц это будет очень огромная такая мега-семья, которая должна принести ну, какое-то количество меда. Я, конечно, не знаю, сколько, даже говорить не буду, но просто интересно. Фактически, фактически, я все проспал, и как бы в этих улях лучше, конечно, держать сильные семьи. Чтобы были сильные семьи, то здесь уже стояло бы там 5 корпусов или 4 корпуса, потому что матки бы развивались, все бы крутилось, а здесь пока были маленькие отводки, которые на данное время, вот видите, на что смогли развинуться и какая у них сила. Все, друзья, на этом хочу закончить. Это интересный улей, может кто-то захочет себе попробовать, пробуйте. Всем всего на лучшего, пока.